Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о теме «Степени сравнения имен прилагательных». Для этого мы с вами выполним несколько заданий. Приступаем. В данном задании мы должны прочитать предложения, найти в них прилагательные в форме сравнительной степени, также определить, в какой форме употреблены – в простой или составной сравнительной степени. Работаем. Из всех форм художественного словесного творчества наиболее сильные по влиянию на людей признаются драма и комедия. Смотрим, ребята. Здесь у нас прилагательное «наиболее сильный», «но», «но», ребята, это у нас не простая сравнительная степень, это у нас составная, но даже не сравнительная, а превосходная. Почему? Потому что здесь у нас слово «наиболее». Это не «более-менее», а «наиболее». Следовательно, это не сравнительная степень, а превосходная. «Еще милее мне дороже», «еще желание стало ты». Смотрим. «Милее», «милее», «дороже» находим. «Желание» – это у нас прилагательное, это у нас, конечно же, сравнительная степень, и как вы уже поняли, что это простая сравнительная степень. Почему? Потому что здесь сравнивается и состоит из одного слова. И образуется «к» при помощи суффиксов «е-е», «е» и «ей». Следовательно, если мы видим предложение прилагательное с данными суффиксами, следовательно, данные прилагательные у нас прилагательные в простой сравнительной степени. «Отец был очень приятный, но менее интересный, чем барабка». Смотрим. «Менее интересный». «Менее интересный» – это у нас прилагательное в форме сравнительной степени. Но как вы заметили, что здесь у нас составная сравнительная степень. Почему составная сравнительная степень? Потому что данная степень сравнения образуется при помощи слова «менее» плюс прилагательное в исходной форме. Следовательно, если у нас степень сравнения образована при помощи двух слов, это у нас составная сравнительная степень. Дальше. «Сердцем его тоже Господь наделил добрейшим. Плакал он, восторгался легко». Смотрим. Это у нас, конечно же, прилагательное, но здесь у нас суффикс «ейш». И как вы заметили, что это не сравнительная степень, а превосходная, так как здесь ни с чем не сравнивается. И у нас суффикс «ейш». Следовательно, ребята, мы должны помнить, что простая сравнительная степень образуется при помощи суффиксов «ей-ей», «ей-ей» и так далее. А составная сравнительная степень при помощи слов «более-менее» плюс исходной формы прилагательного. А превосходная степень простая образуется при помощи суффиксов «айш-ейш», а составная при помощи слов «наиболее» и «наименее» плюс «исходная форма», либо есть у нас такая форма «простая сравнительная степень» плюс слова «всего всех», например, «умнее всех», «лучше всех» и так далее. В данном задании мы, конечно же, должны списать это все и определить степень сравнения имен прилагательных. Мы должны выделить суффиксы, а также установить начальную форму. Приступаем. Он говорил от души самыми простыми словами. Смотрим. Он говорил от души самыми простыми. Это, конечно же, у нас прилагательное. Самыми простыми – это у нас, конечно же, составная, превосходная степень. Почему? Потому что есть слово «самый» плюс исходная форма. Слово «простое» у нас, конечно же, исходная форма «простое», так как здесь у нас падеж от души «чем» словами, творительный падеж, следовательно, конечно же, прилагательное согласуется с существительными, с самыми простыми словами. Но у нас составная, превосходная степень. Я знал, что его интеллектуальный кругозор более широк. Смотрим. Более широк. Более широк – это у нас составная сравнительная степень. Почему? Потому что образуется более-менее плюс прилагательное. Широк. Исходная форма – это, конечно же, широкий. Следовательно, это у нас составная сравнительная степень. «Театр должен быть проще, образней, понятней». Находим «проще» – суффикс «е», «образней» – суффикс «ей» и «понятней» – снова же суффикс «ей». Смотрим. Это у нас простая сравнительная степень. Почему? Потому что у нас есть суффиксы «е», «ей» и снова же «ей». Всякие влюблённые считают себя счастливейшим из смертных. Нашли. Счастливейшим. У нас суффикс «ейш». Следовательно, это у нас простая превосходная степень прилагательных с суффиксом «ейш». Социальные сдвиги сильнейшим образом связаны с переменами в политике государства. Смотрим. Сильнейшим. Сувикс «ейш». Это у нас прилагательное. Конечно же, в простой превосходной степени. Почему? Так как имеется суффикс «ейш». Хорошее искусство должно стать ещё лучше. Лучше. Смотрим. У нас, конечно же, суффикс «е». Конечно же, лучше. Это у нас прилагательное. В простой сравнительной степени. Почему? Потому что здесь сравнивается и состоит из одного слова. Девчонка разразилась самым весёлым смехом. Самым весёлым – это у нас прилагательное, конечно же. Но здесь у нас составная превосходная степень. Почему? Потому что есть слово «самый» плюс прилагательное. Как вы заметили, допустим, у нас в третьем предложении проще, образне, понятнее. Исходная форма – простой. Образный – понятный. Счастливейшим, конечно же, счастливый. Сильнейшим – сильный. Лучше – хороший. И самым весёлым, конечно же, весёлый. Обращу ваше внимание, что в некоторых случаях при образовании степеней сравнения прилагательных меняется полностью слово. Например, как «хороший» – лучше, или «плохой» – хуже. Это всё нормально. Самое главное, чтобы лексическое значение было одним и тем же. То есть, конечно же, в зависимости от степеней сравнения там должна быть разница именно в степенях сравнения. Конечно, ребят, мы должны помнить, что в зависимости от того, в какой степени сравнения стоит данное прилагательное, они являются различными членами предложения. Допустим, он говорил от души словами «какими» – самыми простыми. То есть, мы здесь заметили, что составная превосходная степень является в предложении определениями. Дальше, снова же, кругозор «каков» более широк. Если это у нас краткая прилагательная и степень сравнения в исходной форме с кратким прилагательным, конечно же, это у нас сказуемое. Дальше, театр должен быть проще. Должен быть «каков», «каким»? Если у нас прилагательные простые сравнительные степени, то данные прилагательные являются, конечно же, сказуемыми. Допустим, мы здесь заметили и в третьем предложении, и, конечно же, в шестом предложении. Если у нас простая превосходная степень, обратите внимание, сдвиги образом каким, сильнейшим, они тоже являются определением. И вот здесь то же самое. Девчонка разразилась самым веселым. Снова же составная превосходная степень. И, конечно же, в предложении является определением. В данном задании мы должны из приведенных примеров выделить такие, в которых формы сравнительной степени выступают в значении превосходной. Приступаем к нашей работе. А мир еще прекрасней кажется. Кажется еще прекрасней. То есть здесь сравнивается с чем-то. Следовательно, здесь сравнительная степень употреблена как сравнительная степень. Ах, злые языки страшнее пистолета. Снова здесь языки страшнее пистолета. И здесь, конечно же, в значении сравнительной степени. Далее. Добрая слава дороже денег. Снова же слава дороже денег, дороже. Это у нас сравнительная степень и выступает в значении сравнительной степени. Никогда в другое время я не видел ничего прекраснее, грациознее и в то же время жальче. Смотрим. Здесь, конечно же, данная сравнительная степень выступает в роли превосходного, потому что здесь ни с чем не сравнивается, а говорят, что это самое лучшее, самое прекрасное, самое грациозное и самое, конечно же, жалкое. И последнее наше предложение. Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Снова же здесь сравнительная степень выступает в значение превосходного, потому что здесь можем сказать самый приниженный, самый молчаливый и самый ничтожный. Ребят, если перед вами будет такого типа предложения, не пугайтесь. У нас сравнительная степень может выступать в значении превосходное. Мы пришли к концу нашего урока и, надеюсь, вы поняли, что у прилагательных две степени сравнения. Это у нас, конечно же, сравнительное и превосходное. Это вы еще изучали, конечно, же в шестом классе. Давайте вспоминаем, как образуется прилагательное сравнительной степени, простую и составную, а как превосходное. Простая сравнительная степень образуется при помощи суффиксов е-е-е-е, составная сравнительная степень при помощи слов более-менее и, конечно же, исходная форма. Простая превосходная степень образуется при помощи суффиксов айш-ейш, а составная превосходная при помощи слов «наиболее», «наименее», «самый» плюс исходная форма прилагательного, либо мы можем сказать, что добавляются к простой сравнительной степени слова «всего», «всех», например, «умнее всех», «жальче всех» и так далее. Повторяйте правила, выполняйте упражнения, чтобы закрепить эту тему. В связи с ситуацией с коронавирусом, ребята, будьте очень аккуратны. Почаще мойте руки, дезинфицируйте оргтехнику, гаджеты, которым прикасаетесь, проводите время с семьей, берегите себя и своих родных. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. На прошлом уроке мы с вами ознакомились с факторами, которые влияют на обмен веществ. Сегодня мы с вами познакомимся, какие же изменения происходят в обмене веществ, благодаря тому, что на них повлияли те или иные факторы. Итак, ребята, мы знаем, что обмен веществ большей частью касается органических веществ, которые составляют основную часть нашего рациона. Какие это органические вещества? Это белки, жиры и углеводы. Естественно, мы с вами используем в пище не только их. Мы используем также различные витамины, минеральные соли, нуклеиновые кислоты. Но основу, все же большую основу нашей пищи составляют именно эти вещества. И недостаток каких-либо из них может привести к очень тяжелым заболеваниям. К очень тяжелым заболеваниям, недостатку развития организма. Мы говорили уже о органических веществах, белки, липиды и углеводы. Давайте вспомним из курса 9 класса. Мы с вами говорили, какие функции в организме или же в клетке выполняют белки. Вы знаете, что белки являются, во-первых, это ферменты. Ферменты ускоряют все процессы, происходящие в клетках, соответственно, в тканях и в органах. Если, например, происходит недостаток тех или иных ферментов, то организм нормально работает, нормально функционировать не может. Это первое. Во-вторых, белки являются строительным материалом для организма. Соответственно, если, например, в каких-либо тканях должна происходить регенерация, или же, например, это какой-либо растущий организм, то недостаток белков также приводит к заболеваниям или же к недостаточному развитию. Вспомним с вами, какую функцию выполняли липиды. Липиды являются основой клеточной мембраны. И, соответственно, недостаток липидов может также приводить к тому, что бывает недостаточный рост, бывает недостаточное формирование клеточной мембраны, регенерации. Но мы с вами помним, что и белки, и липиды также выполняли еще одну функцию. И это была регуляторная функция, то есть очень многие гормоны имеют как липидный характер, так и белковый. И недостаток этих гормонов, естественно, влияет на нормальное регулирование работы организма. И липиды являются некоторыми витаминами. Такие витамины, как А, Д и Е, они жироподобные, то есть липидного происхождения. И поэтому недостаток липидов также очень сильно влияет на формирование организма. Углеводы. Углеводы являются основным источником энергии. Окисляясь в организме человека или же, например, животного, также углеводы образуют энергию, которая затем запасается в форме АТФ. Давайте посмотрим, как происходит обмен углеводов. Когда углеводы пищи попадают в пищеварительный канал, мы с вами знаем, что непосредственно в ротовой полости это происходит, и в 12-перстной кишке. Большая часть углеводов расщепляется в 12-перстной кишке. Сложные углеводы расщепляются до моносахаридов, таких моносахаридов, как фруктоза и глюкоза. Затем они попадают непосредственно в кровь. И в клетках уже вместе с кровью разносятся ко всем тканям. И в клетках уже, попадая сначала в цитоплазму, там происходит процесс гликолиза, а затем, попадая в митохондрию, происходит процесс окисления с выделением энергии. Если углеводный обмен будет нарушен, в результате чего может быть нарушен углеводный обмен? Мы с вами знаем, что поджелудочная железа выполняет две функции. Как железа внешней секреции, так же как железа внутренней секреции. Поджелудочная железа вырабатывает как железа внешней секреции, такой фермент, как амилаза. Если количество амилаза будет уменьшаться, соответственно, в результате этого нарушения, расщепление таких веществ, как крахмал и гликоген, то есть полисахариды, будет нарушено. Крахмал, находящийся длительное время в кишечнике, подвергается процессу брожения. И в результате этого процесса брожения нарушается среда, появляется кислая среда в самом организме. А эта кислая среда, она, естественно, будет влиять на саму функцию поджелудочной железы. Я немного объясню, каким образом. Вы знаете, что, например, в желудке создается кислая среда, но когда пища тут же попадает в 12-перстную кишку, то попадающие из поджелудочной железы ферменты сразу подключаться не будут. Почему? Потому что среда кислая. Здесь сразу тут же подключается печень, а вернее желчный пузырь. Выделенная желчь меняет среду с кислой на щелочную. Но если мы говорим о том, что в кишечнике непосредственно среда будет окисляться в результате брожения, то здесь нормально не будет происходить расщепление не только углеводов, но и белков, и липидов. Теперь давайте посмотрим на эту небольшую картинку. В чем же бывают причины панкреатита? 40% причин – это когда человек использует алкоголь. 30% – это когда возникает желчекаменная болезнь, то есть не может нормально выделяться желчь, которая заменяет эту кислую среду на щелочную. Избыточный вес, то есть здесь происходит ожирение печени и нет нормальной выработки соответствующих желчных кислот. И 5% всего аномалия в развитии – это наследственные заболевания. И 5% – это если есть какие-либо травмы или же отравления. В результате отравлений также можем наблюдать вот это заболевание как панкреатит. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста, вспомните вторую функцию поджелудочной железы. Мы говорим, что она работает как эндокринная железа, то есть она выделяет инсулин. Инсулин способствует тому, что глюкоза проникает хорошо в клетки тканей, а глюкоза, как мы сказали уже, это источник энергии. Вот если, например, когда измеряется содержание сахара в крови, и если содержание это будет приблизительно 6,606 ммл на литр, то в этом случае мы наблюдаем гипергликемию, гипер, то есть свыше нормы. Если бывает меньше 3,59 ммл на литр, или же мы говорим 70 мг процент, то это мы наблюдаем гипогликемию, то есть недостаток сахара. И если мы наблюдаем приблизительно уже гораздо выше, чем гипергликемию, 9,44 или 9,99, это наблюдается такое явление, как глюкозурия. Это уже заболевание, которое мы иначе называем сахарный диабет. Вот гипергликемия может, например, возникнуть у человека, если он занимается в данный момент какой-либо физической работой, или, предположим, он пробежал какое-то расстояние, если сразу сделать замер сахара в крови, то он будет повышенный. Почему? Сахар выделялся для того, чтобы организм получил энергию. Но глюкозурия уже наблюдается несколько по-другому. Здесь уже более стойкие показатели. Вот если мы с вами посмотрим, например, больной с сахарным диабетом и здоровый человек, мы видим, что если, предположим, здоровый человек получил какую-то определенную долю углеводов, то сначала показатели углеводов поднимаются, затем воздействие происходит инсулина, они опускаются, и они могут опуститься даже до значения ниже, чем было исходное. А при сахарном диабете мы видим, что сахар поднимается и потом стойко удерживается. А при второй скрытой форме диабета мы видим, что практически постоянно бывает повышенное содержание сахара. Посмотрите, пожалуйста, на эту таблицу и хорошенько рассмотрите ее у вас в учебнике. Она у вас есть. Обмен жиров. Давайте вспомним. Жиры в ротовой полости не расщепляются. В желудке расщепляется непосредственно только жир молока, потому что он бывает очень мелкий, мы говорим, эмульгированный. В пищеварительном канале в основном жиры расщепляются непосредственно в 12-перстной кишке в щелочной среде. На что же они расщепляются? На жирные кислоты и глицерин. Затем они поступают сначала в лимфу, а затем в кровь. Что же происходит в клетках? Если в клетке необходимо синтезировать липидосодержащие компоненты, например, в клетках кожи может происходить синтез витамина D под действием ультрафиолетовых лучей, либо синтезируются какие-либо гормоны, скажем, как мы уже сказали, скажем, гормоны поджелудочной железы, инсулин, это был белкового характера, а предположим, половые гормоны, они как раз липидного характера. А если избыток этого жира, то он откладывается в виде подкожной жировой клетчатки в так называемое жировое депо или же в различные садники, то есть это запас жира. Давайте вспомним, эта картинка у вас была в учебнике. Что происходило? Под действием желчи капли масла эмульгировали, то есть они становились более мелкими, и уже непосредственно фермент липаза, воздействуя на них, разлагал их на молекулы жирных кислот и глицерина. Вот переваривание и всасывание вот этих частичек нарушается во время того, как нарушается среда. Мы сказали, это происходит в желчной среде. Если закупоривается желчный проток, происходит воспаление желчного пузыря, или же какие-либо заболевания печени, такие как инфекционные гепатиты, то, соответственно, жирная пища нормально расщепляться не может. Нарушение аминокислотного обмена. Вот смотрите, мы здесь обращаем внимание уже не на сами белки, а на их составную часть. Аминокислотный обмен. Вот эти нарушения могут быть приобретенные и наследственные. Приобретенные связаны с тем, что сами белки на аминокислоты не расщепляются по какой-либо пище. Либо это может быть заболевание эндокринной системы. Например, такое заболевание, как базедовая болезнь, заболевание связано с щитовидной железой. Или же это длительный голод, отсутствие тех аминокислот, которые необходимы. А наследственные заболевания, они связаны непосредственно, мы их говорим, называем генетические заболевания. Вот если отсутствует такая аминокислота, как трептофан, то это приводит к сильному похуданию. Если отсутствует такая аминокислота, как лизин, то мы наблюдаем головокружение, тошноту. Если отсутствует гистидин, то уменьшается количество гемоглобина. И мы видим, что каждая аминокислота из 20, которые принимают участие в нормальной работе организма, каждая аминокислота, ее нехватка ведет за собой какое-либо заболевание. Альбинизм – это болезнь, которая возникает в результате нарушения аминокислотного обмена. Давайте с вами вспомним. Альбинизм встречается не только среди людей, но и среди животных. Что же это такое при альбинизме? Покров, кожный покров, волосяной покров теряет свой пигмент. Вернее, даже не теряет и не приобретает, так как альбинизм – это врожденное заболевание. Глаза непосредственно также не имеют пигмента. Если, например, вы рассмотрите белого кролика, то вы увидите, что у него глаза красного цвета. В силу отсутствия пигмента будут видны капилляры, непосредственно расположенные в глазах. В настоящее время обнаружено более ста заболеваний, которые связаны с аминокислотным обменом. Обмен белков. Здесь тоже давайте немножко, ребята, вспомним курс анатомии. Белки пищи, поступая непосредственно в пищеварительный канал, большая часть белков расщепляется в желудке, а затем, поступая эти белки непосредственно в 12-перстную кишку, также расщепляются до аминокислот. Аминокислоты поступают в кровь и разносятся по всему организму. Что же из них происходит? Из этих аминокислот, как мы уже сказали, могут синтезироваться ферменты, могут синтезироваться непосредственно такие белки, как миозин, который необходим для формирования наших мышц, казеин и другие. Но в тех случаях, когда не хватает человеку, например, таких питательных веществ, как углеводы, то белки также могут распадаться до состояния углекислого газа и воды. И мы знаем, что 1 грамм белка нам дает 1,17 килоджолей энергии. Нарушение белкового обмена. Это уже понятно. Если происходит нарушение белкового обмена, как я уже сказала, так как белки выполняют основную функцию формирования ферментов, ферменты — это только белки, то вся работа организма нарушается. Вообще в норме усваивается 90% белка, который поступает в организм. Такие ферменты, давайте вспомним, пепсин расщепляет белок, и этот пепсин активен в кислой среде. Кислая среда создается только благодаря соляной кислоте. Вот если не хватает соляной кислоты, то этот фермент неактивен. Очень часто, например, замечают врачи, что у человека плохо происходит расщепление белка, желудок плохо переваривает и берут пробы. То есть зондирование желудка проводят и вдруг замечают, что нехватка есть соляной кислоты. В этом случае ее добавляют в форме различных препаратов. Азот, который содержится в белках, вы помните, каждая аминокислота содержит так называемую аминогруппу NH2. Этот азот в основном выделяется скалом, но его, как правило, бывает не больше 2,5 грамм в сутки. Но если белковый обмен нарушается, то в этом случае эта цифра возрастает до 3 грамм и более. И именно по этому анализу можно определить, что белковый обмен нарушен. Ребята, пожалуйста, прочтите и выучите тему «Изменения, происходящие в обмене веществ». Это параграф 3, глава 2, на странице 74. И сделайте соответствующее задание к этому параграфу. До свидания, всего доброго. Здравствуйте, дорогие десятиклассники. Сегодня мы с вами продолжаем изучать энергию. Основные и самые фундаментальные глобальные открытия в истории человечества происходили обычно случайным образом. Также это относится к закону сохранения энергии. Закон сохранения энергии, как закон, который объединяет между собой два вида энергии, был открыт случайно одним врачом, хирургом. Значит, они, мореплаватели, пересекали экватор. И вот в то время, когда пересекли экватор, произошла неприятная ситуация. У одного из моряков случился приступ аппендицита. И данный врач, судовой врач, решил прооперировать его. Когда он начал делать операцию, он обнаружил, что кровь очень алого цвета. Мы знаем, что в организме человека имеется два вида крови – венозная и артериальная. Одна переработанная, одна еще насыщенная кислородом. Так вот, почему врач испугался, он подумал, что он задел артерию. Но местные жители объяснили ему, что у них, людей, живущих на экваторе, кровь одинаковая, как венозная, так и артериальная. Это его навело на мысль, что если на экваторе температура окружающего воздуха одинакова не меняется, то, значит, человеческому организму не надо затрачивать дополнительные ресурсы на обогревание своего организма. То есть энергия в данном случае, энергия организма внутри организма остается постоянной. В дальнейшем, после того, как данный врач опубликовал свои наблюдения в научном журнале, за ним поступили, значит, за его исследованиями стали наблюдать такие ученые, как Майер, Джоуль, и они эту тепловую энергию, значит, закон сохранения энергии перевели в раздел тепловой энергии, в которой также нашел свое отражение закон сохранения полной энергии. В тепловой энергии он выглядит следующим образом, то есть внутренняя энергия тела меняется за счет совершения работы и теплопередачи. Даже древние люди знали об этом и при помощи данного закона, изменяя внутреннюю энергию трением, добывали огонь. Итак, поговорим сегодня о полной механической энергии. Мы с вами знаем, что у нас в механической энергии существует два основных типа. Это потенциальная энергия и энергия кинетическая. Потенциальная энергия – это энергия взаимодействия между телами или частями одного и того же тела. Ну а кинетическая энергия – это чистая энергия движения. У меня на столе находится несколько предметов. На движении и изменении их формы и размеров мы сейчас посмотрим, где у нас потенциальная, где кинетическая энергия. Потенциальная энергия имеет две формы. То есть, если я говорю о потенциальной энергии, у меня, значит, это энергия возможностей. Значит, энергия представляет собой деформацию. Тогда это будет одна формула. Если взаимодействие между двумя телами, это будет другая формула. Вот у меня тела подняты над поверхностью стола. Я их потихоньку буду опускать. То есть, они под действием гравитации будут опускаться на поверхность стола. Что происходит? Каждый из них в соответствии с его массой обратно отталкивается на поверхность. То есть, произошло взаимодействие между столом и данным шариком. То есть, происходит следующее. Он под действием гравитационной силы, так как имеет массу, начинает свое движение. Вот в этой точке его потенциальная энергия максимальна. Итак, это мы с вами наблюдали потенциальную энергию. Взаимодействие между двумя телами, такими как земля гравитационно. В данном случае мы не на пол бросали, не на землю бросали, а на стол. И данными шарами. Обратите внимание, он будет тоже падать на поверхность стола. Мы наблюдали с вами потенциальную энергию между двумя телами. То есть, энергия взаимодействия между поверхностью и шарами. Но у нас с вами есть еще энергия деформации. То есть, что такое энергия деформации? Тело взаимодействует между частями одного и того же тела, между собой. Смотрите, у меня пружина находится в нормальном состоянии. Я к ней подвешиваю данный грузик. Вот оно совершает такие колебательные движения. То есть, растягивает пружину. Под действием, опять же, гравитации, массы данной гирьки, оно начинает растягиваться. Значит, у него запас потенциальной энергии связан с его внутренним строением. То есть, мы что сейчас с вами увидели? Закон ГУКО, F равно КХ, мы данное тело растянули на определенную длину. Давайте посмотрим еще раз. При помощи динамометра сделаем данный опыт. Посмотрим, насколько под действием силы тяжести будет растягиваться данное тело. До уровня стола. Значит, потенциальная энергия имеет две основные формулы. Она связана со взаимодействием между телами или частями одного и того же тела. Но то, что касается кинетической энергии, мы знаем, что это чисто энергия движения. Если тело перемещается с одной точки пространства и обладает массой и скоростью, то оно будет обладать кинетической энергией. То есть, двигается. Вот двигается наш автомобиль. Совершает перемещение в пространстве. Давайте перейдем к доске и запишем основные формулы, относящиеся к данным видам энергии, и изучим сам закон сохранения энергии. Запишем формулу полной механической энергии. Как мы уже и говорили, энергия механическая состоит из суммы двух видов энергии. Потенциальной энергии и кинетической. Полная механическая энергия равна ЕП плюс ЕК. Но дело в том, что у нас ЕП имеет две формы. Это МЖХ и КХ квадрат. Ну а Е кинетическое равно МВ квадрат делить на 2. Мы с вами знаем такую теорему. Теорема о кинетической потенциальной энергии. Если я знаю, что тело совершает работу, оно его будет совершать за счет изменения кинетической энергии. Что касается потенциальной энергии. Мы с вами знаем, что потенциальная энергия также изменяется со знаком минус, и может данное тело совершить работу. Записав в этой форме две основные формулы, в соответствующей работе тела, имеющего либо кинетическую, либо потенциальную энергию, я записываю следующее равенство. ЕК1 минус ЕК2, то есть как оно и было. Здесь я меняю знак. У меня получается ЕП1 минус ЕП2. Таким образом, перераспределяя виды энергии, я получаю следующее равенство. Е кинетическое 2 плюс Е потенциальное 2 равно ЕК1 плюс ЕП1. То есть Е, общая энергия, остается неизменной. То есть Е равно констант. Констант – это означает без изменений, неизменная. То есть на основании этой формулы я утверждаю, и не только я, ученые доказали, что энергия не появляется и не исчезает. Она только превращается из одного вида в другой, переходит от одного тела к другому. Мы с вами это наблюдали, когда наши шарики двигались на поверхности стола. Давайте перейдем к основным единицам и формулам для данного вида энергии. Посмотрим, что произойдет, если у меня мячик падает с нулевой поверхности, то есть h равно 0, вертикально вверх, движется вертикально вверх. В данном случае его полная механическая энергия будет равна mv0 в квадрате, v0 – это скорость, с которой мы его подбросили. То есть начальная скорость для данного вида движения. Тогда закон сохранения энергии запишется следующим образом. mv0 в квадрате пополам плюс mgh плюс mv2 на 2. То есть вот это уже скорость, которую он приобрел в момент движения своего. Значит, что мы получаем следующее. Поднявшись на определенную высоту, он начинает двигаться ниже. Если придать ему дополнительную скорость, он будет подниматься на уровень h. Вот мы его, чтобы выделить, обозначили большой буквой h. Тогда я получаю, что опять же полная потенциальная энергия трансформируется в полную механическую энергию. И я получаю mgh большое равно mgh малое плюс mv2 делить на 2. То есть в данный момент, передвигаясь с одного уровня на другой, он совершал перемещение. А перемещение – это означает, что он обладал кинетической энергией. В данном случае mv2 делить на 2. Что же произойдет в случае, если у меня тело упруго деформировано, то есть пружина? Как мы с вами сейчас видели, груз на пружине. Здесь тоже будут две основные энергии. Какие? Энергия движения, потому что он растягивается. И, естественно, энергия упруго деформированного тела, kx2 делить на 2. Их сумма тоже остается неизменной, постоянной. Значит, сегодня мы с вами ознакомились с основным фундаментальным законом природы, закон сохранения энергии. Кстати, он находит свое отражение и в химии, и в биологии. В химии мы его наблюдаем как закон сохранения массы. То есть трансформируется масса с одной части тела в другую, или от одного тела к другому. В биологии мы наблюдаем это на явлении фотосинтеза. То есть его объясняет закон сохранения энергии. Растение получает свет порциями от источника энергии солнца, h-new. Далее ему нужен обязательно углекислый газ, СО2, нужна вода, H2O, и, естественно, что почва. Вот все эти основные компоненты приводят к тому, что, во-первых, растение растет, поглощая энергию солнечную и углекислый газ, тем самым выделяя кислород. Перерабатывает углерод, а кислород отдает окружающему пространству. Поэтому важно и обязательно, особенно в городах, насаждение большого количества зеленых растений, деревьев, кустов и так далее. Давайте на основании вот этого решим задачу. Задача такая. Тело двигается с начальной скоростью 10 метров в секунду с высотой 3,2 метра. Надо найти скорость движения на данной высоте. То есть какой высоты оно падало, через какое-то время оно оказалось на высоте 3,2 метра. Вот на данной высоте надо вычислить скорость. Используем формулу. Вы, наверное, помните формулу для движения. То есть s равно для перемещения, для равноскоренного движения. s равно v квадрат минус v нулевой в квадрате делить на 2а. Данная формула у меня трансформировалась в следующий вид. Почему она трансформировалась? Потому что у нас с вами свободное падение. Там перемещение замещается высотой h, а ускорение заменяется ускорением свободного падения, являющейся постоянной величиной. Так как у меня тело с начальной скоростью, а с определенной высоты v нулевой двигалось, то значит у меня v конечная. В данном случае у меня v квадрат нулевой будет вычитывать v в квадрате. Это движение, у которого начальная скорость больше, чем конечная. То есть равнозамедленная. Итак, производя определенные математические действия, я получаю, что именно на высоте 3,2 скорость тела с 10 метров в секунду упадет на 6 метров в секунду. Задача, касающаяся именно закона сохранения энергии. Мы здесь спокойно оперируем такими величинами, как высота подъема, скорость движения, хотя мы знаем, что там обязательно должна бы участвовать либо mgh, либо mv квадрат. Здесь у нас произошел синтез данных формул. Следующая задача. Надо найти потенциальную энергию упруго деформированной пружины, то есть ее начальное состояние было, x было равен нулю, потом его растянули на 10 сантиметров. Жесткость пружины равна 6 кН, деленной на метр. Используя формулу E равно kx квадрат делить на 2, естественно, 10 мы превращаем в метр, это будет 0,1, подставляя, а 6 кН, это у нас 6000 ньютон, подставляя и производя данные вычисления, следите за единицами, пожалуйста, метр с метром квадрат сокращается, остается ньютон, умноженный на метр, а это у нас с вами есть джоуль. Итак, потенциальная энергия у нас с вами равна 60 джоуль. Мы знали этот закон, то есть в 7-8 классе, когда проходили законы сохранения, мы знали, что в физике существует несколько основных законов сохранения, среди которых закон сохранения импульса и один фундаментальный закон природы, такой как закон сохранения полной механической энергии. Данный закон находит свое отражение в термодинамике. Он также там трансформируется в закон первое начало термодинамики, в который нам показывает, что энергия из ниоткуда не берется. Итак, в конце параграфа полная механическая энергия у вас есть задачи. Две из них мы здесь с вами решили. Остальные было бы хорошо, если бы вы их написали, ответили на заданные вопросы, решили данные задачи и ответы записали в своей тетради по физике. На сегодня все. Успехов вам. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова